Всем привет! Днепр на связи, 4 августа, 11.13. Ну что, друзья, прошла очередная ночь, проходит очередной день, и всё оно крутится по кругу. Ночью у нас вновь можно было слышать в области взрывы, несмотря на заявление главы областной военной администрации о том, что ночь в области, в районе прошла спокойно, но всё-таки были уничтожены вражеские беспилотники типа Шахета, нижегерань-2, в частности, эту работу могли слышать в пригороде Павлограда, там работало ПВО. Что ещё вам сказать? Ещё можно сказать, что Никополь, Никопольский район, вновь находился под мощным обстрелом, там пострадали женщины, 65 лет и 75 лет, им была оказана помощь, пострадавшие в нормальном состоянии от госпитализации отказались. В жилом секторе повреждено несколько объектов, это частные дома в количестве 8 штук, 10 сараев, ещё один сарай уничтожен полностью, при этом также сгорело пару автомобилей, столько же гаражей, теплицы, солнечные панели, газовод, линии электропередач. Есть разрушение и на двух предприятиях. Вот такое себе, да, как говорится, ночь прошла спокойно в районе. Да нефиг делать, зашибись, ночь прошла действительно спокойно. Камни с неба на голову не падали, значит, это вполне спокойно, радостно и всё очень хорошо. Что дальше, друзья? Хорошие новости, радостные. Суперолимпиада во Франции. Имеем первое золото на Олимпийских играх в Париже. Украинская сборная по фехтованию взяла золото вновь благодаря Ольге Харлан. Она сделала чудо чудное и принесла золотую медаль. Она молодец, остальным ещё, конечно, нужно потренироваться. Что далее, друзья? Кривой рог, никогда такого не было и вновь опять. Неизвестные подожгли автомобиль военного, который приехал в город на лечение. Автомобиль загорелся украшением, около пяти утра во дворе дома на Карачунах. Предварительно пострадавших нет, кроме самого автомобиля. На месте работает полиция. Ну, скорее всего, очередной поджог. Что ещё? Лидер французской партии Патриоты призвал завершить помощь Украине. Флориан Филиппа заявил, что из-за того, что Украина договорилась о реструктиризации долгов, Франции придётся платить ещё больше, и мы должны перестать давать деньги и оружие Украине. Не евро больше, только мирные переговоры. Вот такое он заявление. Кто он такой? До этого момента лично я не знал. Знали ли вы? Напишите в комментариях. Что дальше? Студента со Львовской области, который из-за ревностей закрыл свою бывшую девушку в туалете, суд наказал штрафом. 51 гривна. Выпустили ли девушку из туалета? История умалчивает. Владимир Зеленский сделал заявление, что мы должны завершить войну на наших украинских условиях и защитить жизни наших людей. Перемога будет. Готуется потужный контрнаступ. Всё будет очень потужно. Бусификация тоже очень потужна. Всем привет. Всем шалум шаббат. Что дальше, друзья? Бывшего руководителя Ровенского ТЦК, которого вчера выпустили под залог в более чем 450 тысяч гривен, сегодня вновь задержали. Ему вручили новое подозрение. Он оказывал помощь мужчинам в формате уклонения от мобилизации. Его вновь хотят посадить в тюрьму, но уже без права внесения залога. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В прошлом году этот руководитель ТЦК получил подозрение касательно избития подопечных, а также незаконном завладении недвижимостью и землей на более чем 46 миллионов гривен. Шо ж вон уробится-то какое-то люди добрые. Неужели это ТЦК? Это ж самые честные люди, которые вот эту вот страну помогают защищать, других туда суют, чтоб защищали ж страну. И неужели они вот это так воруют? Такие деньги гребут. Подопечных избивают. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как так? Как так? Я в шоке. Как так? Что еще, друзья? Издание ВЭЛТ новое интервью Зеленского опубликовало. Зеленскому, говорят, не оставляют другого выбора, кроме садиться за стол переговоров с РФ. Издание пишет, что в Украине не хватает солдат, оружия и боеприпасов. А как же не хватает солдат? Там без угла я сказала, только ТЦК-кистов, там больше 100 тысяч. 100 тысяч ТЦК-кистов, вооруженных, подготовленных бойцов. Неужели же не хватает солдат? Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, не хватает. Ситуация особо опасная, говорят, в Донецкой области. Там вооруженные силы РФ атакуют семи направлений и могут прорвать оборону в СССР. У Зеленского нет другого выбора. Запад до сих пор не готов давать большое количество вооружений. Понимаете, они готовы. Что же делать? Что делать? Визит главы вот этого нашего Министерства иностранных дел Кулёбы с лопатой в Китай. Вэлд пишет, что Зеленский уже движется в сторону переговоров с РФ. И потихонечку готовят к этому украинцев. Готовят. Готовят украинцев. Готовят нас к переговорам. Да. Кладбище новое будут строить под Киевом. Там вообще анекдот. Тендер на 2 миллиарда. Часколько там выиграла фирма, у которой капитал 5000 гривен. 5000 гривен, которая была создана за день до проведения тендера. Готовят украинцев к переговорам. Готовят нас к земле. О море, море, призрачным скалам. Ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали. Вот и все. Музыкальная пауза на этом канале. Продолжаем дальше, друзья. Также, говорит, западные дипломаты пытаются намекнуть Украине, что Крым потерян навсегда. И нужно с этим смириться. А как же, Мишка Подоляк? Кава в Крыму? Там моя чашка стынет. А? Крым наш, ваш. Чей Крым? Чей Крым, я спрашиваю. Иди сюда, мальчик. Чей Крым? Божий, божий, как усик кричал. В Ковале, друзья, люди немножечко задумались. Волынская область. Был митинг возле ТЦК. Прорвались в ТЦК. Присутствующие требовали отпустить ребят, которых остановили на блокпостах и отправили в ТЦК, где забрали телефоны. Вот так вот, вот так вот. Люди... А как же отпустили? Задержали незаконно? Вот она, власть народа. Единственным источником власти в Украине есть народ. Согласно Конституции Украины, права, свобода, жизнь и т.д. и т.п. человека, это вообще верховенство всего. Государство должно беспокоиться. А что это за ТЦК? Почему они кого-то хватают, запихивают? Непорядок. Да здравствует украинский суд. Самый гуманный суд в мире. А еще говорят, Иран нападет на Израиль. Уже в понедельник. А так считают американские, израильские чиновники. Представляете, что творится? А в Запорожье, привет, девяностые. Та-ра-ра-ра-ра. Ру-ру-ру-ру. Криминальные разборки в Запорожье. Вчера вечером бойцы ОПГ. ОПГ, знаете, что такое ОПГ? Кто не знает, напишите в комментариях. Организованная преступная группировка «Тайсон» избила члена ОПГ «Арташи» Аркадия Тарханяна. Инцидент случился в центре Запорожья, в ресторане «Бар Ин». По словам очевидцев, Тарханян отдыхал в заведении в сопровождении охраны. Приблизительно в 21.00 в заведение вошли представители ОПГ «Тайсон». И без объяснения начали сбивать Тарханяна вместе с его охраной. Вследствие избития члена «Арташов» забрала карета скорой помощи. На месте работают полиции. Обстоятельства выясняются. Ну что это такое? Ну что это такое, друзья? Я в шоке, честно, я в шоке. Ну и Евлаш рассказал, что же было этой ночью. Этой ночью все равно были взрывы. Евлаш сказал, что был нанесен удар двумя ракетами, зонитно-керованными ракетами С-300 по Харьковской области, а еще две авиационные ракеты Х-59 с воздушного пространства Курской области пошли в сторону Полтавской области. Миргород. Два взрыва, два прилета. Ничего не сбили. А еще было пять беспилотников типа «Шахет», а не «Жахерань-2». Вот их сбили. Пять из пяти. Вот так вот. Все сбили почти. В принципе, все, друзья. Честно вам скажу, что... Эх, дурдом. Устал я? Устал. Так что, если не будет новых видео, а их может не быть, я уже не вижу ни мотивации, ни сил снимать видео. Тяжело мне. Но помните, что Бог любит вас. Берегите себя, своих близких. И до нового выхода на связь. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok